Ну, следующий естественный шаг, опять-таки, это переделать наш алгоритм в итеративный. То есть мы сразу написали рекурсивный ленивый алгоритм, чтобы особо даже и не думать, в каком порядке вычислять задачи. Ну, порядок этот понять несложно, но действительно подумать немножко нужно. Как обычно, чтобы написать итеративный алгоритм снизу вверх, нужно идти от меньших задач к большим. И здесь обычно нам было очевидно, что значит, там, меньшая задача или большая. Здесь надо вот капельку, все-таки, поаккуратнее про это поговорить. То есть под размером задачи сейчас, естественно, считать количество умножений, которые нам надо сделать. То есть чем длиннее последовательность, тем сложнее наша задача. Самая сложная задача — это перемножить все n-матрицы. Самая простая задача — это когда нам не надо делать никаких умножений, то есть 0 умножений, когда g равно i. Соответственно, чем больше это значение, тем сложнее задача. Давайте посмотрим теперь на пары и g в матрице с одинаковым значением g минус i. Ну вот, например, вот на диагонали, вот на этой, лежат все пары, для которых g просто равно i. Это те ячейки, для которых нам даже считать ничего не надо, мы можем там сразу выписать ответ. Вот здесь вот на следующей параллельной диагонали лежат все пары i, g, для которых g ровно на единичку больше, чем i. На следующей диагонали лежат пары, на которых g на двойку больше и так далее. То есть это нам как раз и подсказывает порядок, в котором нам надо вычислять. В частности, вот здесь вот, вот в этой ячейке матрицы будет храниться ответ для нашей задачи. Эта ячейка — это 1n, это и значит, там и будет храниться оптимальная стоимость перемножения матрицы от первой до n. То есть не в правой нижней ячейке, как было у нас, когда мы там решали задачу о стоимости редактирования, заполняя матрицу построчно, а вот здесь вот. Ну и заполнять надо вот так вот по диагонали. То есть надо еще аккуратно написать цикл. Это несложно, но вот, не знаю, в рекурсивном алгоритме никакой цикл не надо было писать, ни про какую последовательность думать не надо было. Но цикл мы сейчас такой и напишем. И увидим, что это действительно несложно. Ну, когда мы пишем цикл, вот получается итеративный алгоритм, и называется он еще раз просто для закрепления динамическим программированием снизу вверх. За это же отвечают буквы вот здесь вот bottom-up. Итак, делаем следующее. Опять завели нашу двумерную таблицу D, проинициализировали ее бесконечностями везде. На диагональ положили нули везде. То есть на диагонали лежат задачи, где нам надо перемножить матрицу ни с чем, в общем-то, поэтому это стоит ноль. Дальше мы постепенно будем увеличивать размер. То есть S у нас будет отвечать за количество матриц, которые нам надо перемножить. То есть мы будем перебирать все пары и G, у которых G минус E равно S. Реализовано это следующим образом. Мы постепенно наращиваем этот размер. Вот S у нас идет от 1 до N минус 1. А G идет от 1 до N минус S. А G вычисляется просто как E плюс S. Таким образом, вот здесь вот перебираются все пары и G, такие что G минус E равно S. Вот. Сделано это как раз-таки для того, чтобы, когда мы вот здесь вот будем вычислять этот минимум, то есть здесь D от EG вычисляется как минимум там по всем K из D от EK плюс D от K плюс 1G плюс вот это вот значение, плюс стоимость перемножения. Так вот, нам важно, чтобы в этот момент, когда мы считаем D от EG, чтобы все ячейки, к которым мы обращались, вот эта ячейка и вот эта ячейка, чтобы у них размер был меньше. Ну, естественно, он и будет меньше. То есть текущий размер это S, расстояние от E до G это S, а расстояние от E до K и от K плюс 1 до G, оно будет, конечно, строго меньше обязательно. Вот такой алгоритм получился. Но время работы его это тоже N в кубе по простым соображениям. Тут просто три вложенных цикла. Вот линейный цикл, вот линейный цикл, вот линейный цикл. Еще раз, то, про что я сказал где-то чуть-чуть раньше, вот этот цикл у него идет там, ну, видно, у него N минус 1 итерация, а вот этот цикл уже в зависимости от того, чему равно S, у него итераций будет все меньше и меньше. Ну, и у этого тоже не всегда все-таки N итераций. Поэтому в целом есть некоторая надежда, что этот алгоритм мог бы, что N в кубе это слишком грубая оценка на время работы этого алгоритма. Но в действительности несложно показать. Просто если аккуратно выписать, сколько же у нас здесь будет, сколько мы потратим на каждую ячейку в таблице времени, и просуммировать, то получится скорость роста кубическая. Давайте я это просто скажу, но формально делать не буду. Ну, и в заключение просто приведем пример, даже без объяснения того, как это у нас, в смысле, как это заполнилось. Мы не будем здесь по нему ходить, просто мы исключительно для вас, чтобы вы могли, не знаю, посмотреть, помедитировать. Ну, в частности, он показывает, что для наших исходных матриц 7000 – это действительно оптимальное значение. Ну, я надеюсь, здесь мы также не рассказываем о том, как восстанавливать ответ. Я надеюсь, по предыдущим примерам вам будет уже достаточно понятно, как это сделать, либо по этой таблице, либо сохранив некоторую дополнительную информацию. Продолжение следует...